Девушки отдыхают Всем привет, друзья! Анекдот шоу начнется через несколько минут. А сегодня хочу поздравить работников Госавтоинспекции с праздником. В наше время, когда количество транспортных средств растет в геометрической прогрессии, нужно, конечно же, следить за этим всем. И они это делают очень успешно. Поэтому всем, ребята, желаю здоровья, продвижения по службе и всего самого-самого хорошего. Ну и анекдот такой. Мужик говорит, в наше время найти вторую половинку крайне сложно. А вы, вы такие счастливые, вы даже одеты одинаково. Ему говорят, мужчина, в трубочку вдохните. Все, с праздником анекдот шоу, поехали! Всем привет, друзья! Привет, мальчики, девочки, дяди, тети и все остальные! Анекдот шоу снова стучится каждому из вас! Под ваши аплодисменты, друзья! Предлагаю сегодня дарить тем, кто уже в течение дня улыбался, немножечко этот эффект закрепить. Потому что день, прожитый без юмора, это день, прожитый зря. Как говорили великие мудрецы, а им, собственно, можно верить. Давайте поступать мудро и веселиться! Под ваши аплодисменты я приглашаю сюда гостей в нашу великолепную студию в новом сезоне. Встречайте, Роман Аркибов! Музыкант, исполнитель международного масштаба. Прошу, Роман. Талантливая, великолепная композитор, певица, просто веселая девчушка. Что она и клипы делает, и пляшет весело, и, в общем-то, кто не знает, рекомендую. Алиса Вокс! Прошу, Алисочка, рады видеть тебя в нашей студии. И Игорь Крестенко! Мастер пародий, великолепный актер, артист. Не первый раз приходят в нашу студию, теперь уже в обновленную. Прошу, присаживайтесь, берите в руки микрофоны. Уютненько, уютненько у вас. Да, да, да. Давайте поаплодируем нашей новой студии. Очень так располагаясь к вечерней беседе. И с радостью, ну, для вас с радостью, чтобы снять некий нервяк, сообщаю, что никакого соревновательного момента в нашем шоу в этом сезоне просто нет. Мы просто рассказываем истории. Ага, меркантильный вы человек. В этом сезоне мы просто радуемся, рассказываем какие-то интересные истории, рассказываем анекдоты и, собственно, чувствуем себя комфортно. Здесь не будет проигравших, здесь не будет победителей. Все будут равны, в хорошем настроении. Давайте поприветствуем мы с вами, наших гостей в студии. И помашем ручками всем тем, кто прильнул к экранам своих гаджетов. Да и начнем наш замечательный, ну, такой пропитанный в хорошем смысле позитива вечер. Если вы согласны, давайте начинать под общие аплодисменты. Для начала узнаем, как с кого дела. Игорь. Ну, жизнь, она продолжается, несмотря на все ограничения со всех сторон. Ну, концерты, выступления. У меня, ребята, у меня все время аншлаги. Вы моложе меня в три раза, поэтому я вам расскажу секрет. Надо очень трепетно относиться к выбору площадок. Вот я всегда работаю вот по ЖЭКам, там человек 15-20 сидит. У меня всегда аншлаг. Соседи по подъезду, по площадке, они всегда рядом. Нет, я тебе расскажу. У меня была уникальная история в нашем сопредельном Казахстане, когда приехало, ну, человек 40 артистов, ну, чартер был самолет отдельный, и мы выступали перед двумя толстыми казахами. Все. Ну, удачный концерт. Ну, был же. Это совет всем артистам. Выбирать площадки меньше. У вас всегда будут аншлаги, ЖЭКи, красные уголки. Ну, вот это вот тема, которая будет востребована. Тем более соберутся люди, которые... Квартирник. Особенно меня любят и помнят. Всегда дают тушенку, гречку в заказе. То есть это... Знаешь, как Игорь объединил гостей программы «Поле чудес», когда люди везут туда соленья, колбасу, два ведра черники от ГИБДД города и так далее. Так и ему тоже. У него квартирники дома, и своих семь человек он всегда собирает. Ну, здорово. Хороший совет. Ура! Алиса, как дела вообще? Очень хорошо. Спасибо. Ну, по творчеству мы с тобой, кстати, виделись... Мы с тобой виделись... Как раз клип снимали. Года два назад, наверное. На твою песню. Помнишь? Да. В цирке у нас были съемки. Да, мы с тобой снимали клип. Да. После этого был большой перерыв, потому что была пандемия. Выпускать релизы в пандемию – это как бы немножко деньги на ветер. Вот. Моя еврейская натура этого не может допустить никаким образом. Да. Поэтому я саккумулировала средства и сняла два очень хороших клипа, которые сразу там выше миллиона у меня взяли по просмотру. Это клип на песню «Супермен», которая как раз посвящена моему жениху. И клип на песню «Корпоратив». Причем «Корпоратив» – наверное, такой прям мой любимый клип. Почему? Потому что я его сама придумала, сама создала. Это такой мокюментари, такой прям трешак, но очень-очень близкий. Но ты любишь трешак? Я люблю трешак, да. Значит, клип глядим. Ну, он уже вышел, да? Да. Да, давно он уже вышел. Да, сейчас я уже третий клип готовлю. Вот. Какой? «Сиськи». Хороший клип, даже не надо рассказывать. Там будет много сисек. Много? Там будет много красивых женщин, да. Но все это будет страшный сон. Но... Я же люблю треш. Ара, почему страшный? Потому что, а вот смотрите, это интрига. Потому что там он закончится, понимаешь? Это интрига, да. Я бы хотел, чтобы он продолжался, да. Мне очень классно такие. Там будет много сисек. То есть много. Четное количество. Ну, пожелаем удачи. И самое главное, творческого вдохновения. Спасибо. Я так думаю, что ты хочешь занять нишу типа Тиля Линдемана. То есть только женскую воплощение. Я на самом деле затрудняюсь назвать эту нишу, потому что мне кажется, что я ее создаю. Ну, не было такого артиста. Ироничных, как женщины в ироничном поп-ска в России не было. Не было. Согласен. Ну что, добрались мы до тебя, дружок. Сейчас достанется. Давай. Как там? Рок жив? Ну, скорее жив. Слушай, к тебе вопрос, как будто ты хранитель рока. Да, да, да. Да, где он? Ой, я не знаю, если честно. Я, выезжая в Америку в 2011 году, я ехал туда именно за роком. Мне казалось, что он живет там, когда его в 2011 году здесь не было и в помине. Но, приехав туда, я понял, что он тоже вот так уже куда-то уезжает. А там люди только кассеты «Дюны» передают друг другу. Да, да. Только русские приходят. Ирина Аллегрова там, слушай. На самом деле, и там его нет. И поэтому я так хвост его зацепил, этого рока. А потом смотрю, а там уже и Дрейк. Хвост оторвался, знаешь, такой. Уикенд. А ящерица сама, а рок-н-ролльная-то убежала. Ладно, это про целый рок. Ты-то как? Ладно. Хрен с ним. Рок у хана. Так и запишем. Да нет. Ну, на самом деле, вот это ковидное время, оно было время такое творческое. Оно было тяжелым, безусловно. Но вот это время с самим собой. И когда, я думаю, когда у всех есть там пару колонок, гитара и блокнот хотя бы, да. То есть можно... То есть поднакидал что-то там, да? Поднакидал, да. Вот сейчас начинаю выпускать потихонечку, потому что пришло, наверное, время. Клипы про сиськи не снимаю. Я женат, мне не разрешают. Такие. А я сам уже ему не разрешаю. Мне не разрешают снимать такие клипы, как я хочу. А ты, может быть, не только про такие. Закажи Алисе вообще. Потом скажешь, это не я. У меня, если что, свой видеопродакшн под ключ. Вообще, просто вот отдаешь так песню, а там уж... А что будет, то будет, да? Не удивляйся. Ну, хорошо. Я просто всем желаю, чтобы творчески все-таки вас посещали какие-то приятные моменты. Так называемая муза чаще садилась на плечика. Да и сами, как говорится, мозги не засохли. Давайте начинать программу. Мы еще не начали программу. Аплодисменты нашим гостям. Я вам представлю еще одного нашего постоянного героя. Это смехомер. Он немножечко видоизменился. Похож на обычный телевизор, но это тот самый добрый смехомер, который был в наших выпусках анекдот-шоу предыдущих. Друзья мои, начинаем нашу программу. Рад, что у всех все довольно-таки неплохо. И даже кое у кого хорошо. А у кого-то замечательно. Вообще. Полные аншлаги. Начинаем нашу программу классической рубрикой, которая раньше у нас называлась. Сейчас у нас рубрик нет, но все равно. Мой любимый анекдот. Поехали. Короче, мой любимый анекдот. Я, как всегда, для затравочки, ну, задам там, ну, не то, чтобы планочку, просто темп такой. Больница. Выходит от доктора пациент. И доктор просит пациента уходящего, говорит, пожалуйста, пригласите следующего пациента. Ну, мужик выходит, там сидит женщина, он говорит, прошу вас. Ну, и сам пошел на улицу. Идет, идет, идет. Через полчаса оборачивается, там, эта женщина и говорит, скажите, а куда мы идем? Кто начнет? Давай с тебя начнем, Ром. Медицинскую тему, да. Ну, ради бога. Давай пройдемся по медицине. То есть, так, наверное, легче и проще. Не знаю, рассказывали, не рассказывали. Пациенту доктора спрашивает, говорит, доктор, а есть секс после смерти? Говорит, ну, вы знаете, это зависит от вашего патологоанатома. Черняшечка такая. Заехал. Так. Тебе так сразу... Смотри, Алиса аж воодушевилась. Надо клип снять. Ну, у меня длинный анекдот. Патологоанатом будет назвать? У меня длинный анекдот, но тоже на тему медицины. Приходит Абрам Моисеевич в поликлинику и говорит в регистратуре, Деточка, а вы принимаете социальную карту москвича? Да, да, Абрам Моисеевич, конечно, принимаем. Как вам врачу вас записать? Ну, запишите, пожалуйста, меня к сексопатологу. Да, пожалуйста, Абрам Моисеевич, вот 14-й кабинет, проходите. У нас там врач, приятная такая женщина. Она вам поможет. Он заходит, открывает дверь. Действительно молодая, красивая женщина. Вот, он говорит, Деточка, здравствуйте, я Абрам Моисеевич, меня зовут, вы же сексопатолог? Она говорит, да, да, конечно, а что у вас там произошло? Он говорит, вы принимаете социальную карту москвича? Она говорит, ну, конечно, мы же там государственное учреждение, медицинское, вы не переживаете, давайте сразу как бы к делу, что бы там у вас случилось. Он говорит, хорошо, Деточка, ну, смотрите, я человек старенький, у меня проблемы с эрекцией. И она говорит, ну, это нормально для вашего возраста, давайте снимайте штаны, я посмотрю, что можно сделать. Она надевает перчатки, Абрам Моисеевич снимает штаны. Она, значит, там пару раз тронула, бац, у него, значит, дуло встает нормально так, как в 20 лет. Она говорит, Абрам Моисеевич, ну, вот вы наговариваете на себя, наговариваете. Говорит, ну, посмотрите, как у вас все прям... Красота. Хорошо, красота. Грех жаловаться. Он говорит, Деточка, я же старенький, я перепутала, не с эрекцией, а с эрекцией. Слова-то похожи. Она говорит, да, поняла, конечно, ну, сейчас, да, хорошо, с этим тоже разберемся. Она говорит, э, а вы принимаете социальную карту москвича? Она говорит, да принимаем, Абрам Моисеевич, что вы переживаете сейчас? Сейчас все будет. Ну, значит, взяла там этот гель, наплюкала себе на ручки, смазала и, значит, начала. Потихонечку, потихонечку, с разгончиком, с разгончиком... А вы отвернитесь. Она говорит, потихонечку, Игорь. С разгончиком, с разгончиком, понарастающий, значит, птю, выстрел в потолок. А он говорит, Абрам Моисеевич, слушайте, если честно, я не понимаю вообще, зачем вы пришли, зачем вы пришли, на что вы жалуетесь, потому что, вот вы знаете, вот у нас соседнее здание, это массажный салон. На самом деле, это завуалированный бордель, но они там, написано, массажный салон. Так вот, вы туда пойдите, вы там гарантированно будете суперзвездой. Он говорит, Деточка, да я знаю, но там не принимают социальную карту москвича. Твоя рива сказала моей Сонечке, что ты можешь до шести раз за ночь. это шо, Виагра? Он говорит, да я тебя умоляю. То она считает туда-сюда. Ну, тоже про Абрама Моисеевича, только он приходит уже к другому сексопатологу, там сидит мужчина, примерно как Вадик такой же внешний. Приключения Абрама Моисеевича. И Абрам Моисеевич говорит, слушайте, вот мой сосед Исаак, значит, Рабинович говорит, что он может до десяти раз за ночь. Он говорит, ну вы тоже так можете. Он говорит, что могу до десяти раз за ночь. Он говорит, нет, можете так говорить всем. СМЕХ 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 Ну, знаешь, если мы заехали в еврейские анекдоты, тоже приходит уже не к сексопатологу, а к психиатру и говорит, доктор, вы знаете, у меня такой ужас. Вот каждую ночь мне снится один и тот же сон. Мне снится, значит, это деньги, ребенок и шоколадка. Каждый, я так мучаюсь, что мне делать, скажите. Он говорит, купи ребенку шоколадку, гондон. СМЕХ 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 Ребенок и шоколадка. Я, кстати, задумался так, думаю, так, а почему это? Если так, по сонику по какому-то... Давайте, я вспомню анекдот такой. Он не про Абрама Моисеевича. Птичий рынок продает мужик попугаев. Значит, идет один покупатель, смотрит, и у мужика на одном плече попугай, на втором и на голове. Ну, у кого-то там в кольце сидит, у кого-то в клетке. Вот так. Он подходит и говорит, «Продаете?» Он говорит, «Нет, так просто, типа, стою». Он говорит, «А хорошо, а сколько вот этот стоит попугай?» Он говорит, «На правом плече попугай стоит три тысячи рублей». Три тысячи? А что он говорит? Он не просто говорит, Он полностью знает математику. Вот реально. Может вычисления какие-то производить и реально считает в уме прекрасные. Он говорит, да вы что? Хорошо, а вот этот попугай на левом плече, этот пять тысяч стоит. Он говорит, да вы что? А он тоже что-то знает? Он говорит, он не что-то знает. Он знает математику полностью, физику и еще два иностранных языка. Говорит на трех языках. Говорит, а этот вот, вот этот продается? Он говорит, да, этот стоит 10 тысяч. Говорит, а он что? Он говорит, я не знаю, что он знает. Никогда ничего не говорил, но эти двое называют его шеф. Василий Иванович, Петька, Анка. Ну это известный персонаж. Значит, Петька с Анкой решили уединиться, пока Василий Иванович командовал революцией. И он ее в коровник затаскивает. Дверь, хоп, на вилу закрыли. И в сено, хоп. И там они только начали это, приступили к делу. В дверь. Говорит, открой, Петька, сукин сын. Знаю, что ты здесь с Анкой. Они, а, говорит, сейчас я дверь вышибу. Они заметали, он ногой, дверь, бшшшш. Ну он же герой. И, 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 что делать? Ну Анка в сено нырь. А Петька со спущенными стонами заметался. И так, раз, и, 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 и под стену сел. У сарая сидит Василий Иванович такой. Говорит, так, Петька, что делаешь? Он говорит, так, Василий Иванович, это, сру. Он говорит, так, срешься, сукин сын. Ну-ка, два шага в сторону. Отходит он, подходит, говорит, что ж ты мне врешь? Говно-то коровье? А? Говорит, так, Василий Иванович, а ты хоть раз дал посрать по-человечески? Хоть раз дал. Так, мне кажется, для затравочки пойдет. Давайте поаплодируем, друзья. Это мы такие тут повспоминали, постарались анекдоты старинные, такие с бородой, даже до Чапаева дошли. Но давайте обратим ваши взоры на наш смехомер и посмотрим, как люди шутят на сегодняшний день. В сети была такая рубрика у нас «Анекдот 21 века». Итак, как обычно, дежурный по сети наш дорогой мистер Шнайдер уже по сусекам, скажем так, всемирной паутины поскреб и вот чего понасобирал нам. Давайте посмотрим. Привет, Вадим и зрители «Анекдот шоу». С вами я, Шнайдер Александр и рубрика «Анекдот 21 века». И я, как всегда, предлагаю вам посмотреть самые свежие и интересные мемы, которые я нашел в сети. Поэтому предлагаю начинать. В Баварии проходит саммит большой семерки. Вот это, я понимаю, встреча большой семерки в Баварии. Или все-таки большой шестерки. Хотя нет, нет, все-таки семерки, да. Когда ждешь распродажу в Икее? Но понимаешь, что самое лучшее уже давным-давно разобрали сотрудники. Дорогой, как захочешь поливать, подойди ко мне. Я у тебя увидела кое-что в телефоне. Две недели спустя. Но зато можно залечь на дно и переждать этот скандал. Девушка, да не надо мне ничего заказывать. Я немного у тебя поклюю. Немного поклюю. А это еще только начало. Совсем скоро она будет просить у вас деньги на ринопластику этого клюва. Мое резюме – я. Резюмирую. Работник из меня никакой. В этой кофейне тоже писали, но не именно стаканчики, а компот на кастрюле. А сейчас объявление. Уважаемые родители, следите, пожалуйста, за своим поведением. После выходных, на завтраке, в садике дети за столом чокаются. А когда за ними приходят родители забирать их домой, они просят налить на пассажок. Почему он мне даже не пишет? Ну, зарплаты напишет. Вот еще один веселый мем, который я нашел для вас в сети. Когда все детские садики закрыты, поэтому приходится брать ребенка с собой на работу. Боже! Вообще, вообще можно было отдать его в деревню к бабушке, но он уже у бабушки. Пап, а что это с дядей? Просто машина без конвея. Ну, ничего страшного. Ключит подогрев сиденья и высушится. Ну, и напоследок. Твое лицо, когда поливал огород и пошел дождь. Или когда окучил всю картошку и понял, что это не твой огород? Друзья, желаю, чтобы с вами такого не случалось. Это была рубрика «Анекдот 21 века». Увидимся ровно через неделю. Пока! Спасибо мистеру Шнайдеру. Спасибо всем тем, кто придумывает эту веселую чушь. Перейдем к нашей части программы. Окунемся в мир удивительных историй. Раньше мы рассказывали это в рубрике «Байка». Ну, а сейчас просто удивительные истории в нашей программе. Давайте поприветствуем гостей с их историей. Ну, у меня история, она может быть не очень смешная, просто ее вот нужно себе так нарисовать. Моя машина была в ремонте, и мне срочно нужно было поехать, съездить там, ну, довольно далеко. И я взял машину жены. Я еду, и начинается такое, такое весеннее солнце, оно просто вот, ну, вот слепит в глаза. Я думаю, елки-палки, я очки не взял. Думаю, ну, должны же у нее быть очки. Раз, искал, 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 и нашел как раз-таки там, где очки, значит. Ну, а очки женские они такие, а солнце такие, как будто вот... С цветами вот эти, Дольче Габбана? Ну, не с цветами, но такой формы, то есть они, ну... Мне вообще очки, то есть, идут, ну, всегда сложно. То есть какая-то там форма, вот она подобралась у меня, знаешь, поэтому у меня каким-то очкам там по сто лет вообще. Они мне не мешают. Вот. И я, значит, еду в этих очках, еду, и начинается какой-то вот там все, начинает звонить, а ты куда там, когда приешь? Я говорю, да я вот здесь, мне надо поехать, не знаю, на свой день там туда-сюда, пятое-десятое. И я еду, короче, болтаю там по телефону, что-то там сюда, потом проезжаю какие-то, смотрю, ну, давно не ездил, то есть по этой дороге там что-то понастроили. Короче, просто вот едусь. И смотрю, блин, надо заправляться. Через какое-то время, я там час, наверное, пути, смотрю, блин, надо заправиться. Ну и все. И я совсем забываю, что я в этих очках. Я, значит, приезжаю на заправку, вот, а дело в Беларуси, где, ну, все знают там, как бы, знают. Я, так, значит, захожу, еще по ходу сразу так, холодный кофе я, значит, хочу, там себе там набрал, какой-то ерунды вот так вот, прихожу и говорю там, на такую-то заправку там до полного бака. Девушка смотрит на меня и «Ой, здравствуйте!» Я говорю «Здравствуйте!» И вы туда же. И она «Лена, посмотри, кто к нам приехал!» И там приходит еще какая-то Лена, и они мне пока еще ничего не правят, не заправляют. Она «Здравствуйте!» Я говорю «Здравствуйте!» И они так друг на друга смотрят на меня. Я говорю «Я уже сказал, до полного бака еще вот это!» Ага. Такие смотрят на меня, там начинают что-то пробивать. Я говорю «Что-то не так? Вы что на меня так смотрите?» А они говорят «А вы давно?» Они говорят «Давно вас не было видно!» То есть я говорю «Да я вот только приехал, вот сейчас еду там туда-сюда!» И думаю «В чем дело?» И тут вспоминаю, что я в очках вообще просто стою, и что я в этих, это, ну, как бы я так снял, я говорю «Очки, говорю, жены в машине лежали, а я сам вообще-то я забыл, как я выгляжу. И я, короче, в магазине, в этом, вернее, где вот один, в магазин при заправке, при этой, значит, там, это зеркало, и я так подхожу, просто смотрю на себя, ну, просто совсем не как в машине. В машине глянул, увидел только лицо, а тут я полностью как из себя выгляжу, такой модный, в спортивном костюме, такой в очках, такой в женских, давно меня не видели. Ну, в общем, такая история. Не надевайте чужие очки и старайтесь ездить на своем автозаке. Значит, прошлый век, естественно, я служил в Московском театре сатиры, и тогда было такое понятие поехать на чёс. Что такое чёс, сейчас объясню. Значит, чёс такого нет. Это рекорд у меня был, когда Спартак... Большой тур. Чёс, да. Так, Васильевич Мишулин взял меня с собой на гастроли, и у нас за 22 дня мы сыграли 104 концерта. Да. Рекорд был 9 в день. 9! Вот мы приезжаем, какой-то уже 48-й концерт в день на Алтае. Вечер, автобус Кубань, чтобы вы знали, дети, были такие автобусы из кордона. Коробка от холодильника, и там так ещё устроена архитектоника кузова, что когда ты едешь по просёлочной дороге, пыль туда так... И ты выходишь такой... Из твоего клипа. И, значит, мы приезжаем, уже вечер. Стоит клуб, рядом стоит с клубом директор клуба, ну такой алтайц, чуть-чуть раскосый, пьяненький, а я самый молодой, как бы шнырь. Спартак говорит, ну где народ? Давай. Я подбегаю, говорю, скажите, пожалуйста, а где зрители? Он говорит, так все на вечерней дойке. А я говорю, а когда дойка заканчивается? Он говорит, в 11 вечера. Я говорю, Спартак, я говорю, вот такая вот хрень, я говорю, что делать-то? Он говорит, будем ждать, нам каждая палка нужна. А палка – это концерт. А тогда же там три, опись, протокол, репертуар, печать сдал, принял. Все должно было быть строго. Ну и мы сидим, ждем, а Спартак говорит, принеси что-нибудь пожрать с бегой. Я выхожу на улицу, как сейчас помню, причем магазин, знаешь, вот представьте, какое-то было село, висит афиша, на которой написано, у нас в гостях пан-директор. Все. Ни фамилии, ничего. И магазин закрыт, знаешь, все ушли на фронт, досками забиты. И я иду, проселочная такая улица, и пыль, там лето очень жаркое, континентальный климат, и пыль, как на луне, вот такой слой, лежат куры в пыли, такие. Да, такая она мелкая. Значит, иду, и думаю, ну сейчас у кого-нибудь попрошу что-нибудь там купить, пожарить по дворам. А там заборы по шесть метров, как на зоне, из-под каждого забора. Собаки. Никто нифига не открывает. Я стучусь, стучусь, думаю, ну что же делать-то? Ну старший сказал. Наконец калитка одна открывается. Лето, жарище. Открывает такая небритая рожа, синяя, под глазами две такие гули. Телогрейка. Это летом, знаешь. Солдатская шапка со звездочкой вынутой. Тут такое углубление. Солдатские штаны со штрибками и галоши на босу ногу. Летом. Летом, да. И тут цибара такая из газеты. Козья нога. Я говорю, добрый вечер, хозяин. Я говорю, вот мы, артисты, из Москвы приехали. Вот возьмите, пожалуйста, три рубля. Продайте, пожалуйста, ну какое-нибудь сало, там, хлебушка, огурчики, там, помидорчики с огорода. Возьмите, пожалуйста, деньги. Такая пауза мхатовская. Меня смотрят, говорят, так нет ничего, иди нахуй отсюда. Я так, ну, старший же, я говорю, гостеприимное село. минуточку, минуточку, я говорю, хозяин, но дело в том, что это Московский театр сатиры. Я говорю, понимаешь, Спартак, Мишулин, это же Саид, зачем ты здесь, стреляли. Я говорю, ну принеси хоть хлеба, молока, что-нибудь, возьми деньги. Опять говорит, молоко детям надо, иди нахуй отсюда. Это калитку, я так ногу уже туда, я говорю, хозяин, ты понимаешь, я говорю, хозяин, я тебя очень прошу. Он говорит, какой х**й хозяин, хозяйка я. То есть более чудовищные бабы представить себе невозможно. Так, аплодисменты. Нормально. Теперь понятно, много стало, почему там фуфайка и галоши. Так, ну, сейчас мы услышим трэш-историю, да? Ну да, на самом деле, это чудовищная история. Даже ради нее попросила принести мне бумажку и фломастер. Начиналось все очень хорошо. Начиналось все с того, что, ну, у меня же высшее музыкальное образование, педагог, дирижер, хоровик, эстрадный джаз-вокал. И у меня очень часто ко мне обращались с просьбой там провести какой-нибудь мастер-класс вокальный, рассказать там секреты вокального мастерства. Ну, был какой-то жутко снежный февраль. Мы запланировали в каком-то культурно-досуговом центре муниципального округа Петроградский район значит, мой ивент. Продали какие-то билеты за какие-то смешные деньги. Призвали какой-то... Мастер-класс. Мастер-класс, да-да-да. Призвали какое-то телевидение, значит, она приехала снимать все это в прямом эфире. У нас там старт точно по таймингу. Там где-то вдалеке моя ассистентка Маша этот вот, как это называется, на чем рисуют фломастерами прям, ну... Да. Дашборд. 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 Exactly. Really, probably. Yeah. Вот эта херня для фломастеров, да. К фломастерам рисовать, да. И проблема в том была, что как бы я, когда рисовала, дашборд, он достаточно большой, я стою к нему вплотную. Хорошо, положи свой микрофон, тебе не понадобится в ближайшее время. Вставай, ты будешь дашборд. Вставай. Держи вот так лист бумаги. Помоги дашборд. И я начинаю объяснять. Дашборд Архипов. Да, тут, нет, вот так, вот так, пожалуйста, это важно. Вот эти графики, для которых человек создан изначально. Да. И я начинаю объяснять. Смотрите, у нас есть диафрагмальная мышца. Она находится вот здесь вот. У всех? Нет, нет. У всех она есть? Да. Или у женщин? У всех она есть. У нас есть диафрагмальная мышца, которая действует на нижнюю часть легких. И когда у нас правильно вокальное дыхание в нижнюю заднюю спину и часть легких, правильно я говорю? Нижнюю заднюю, да. Представьте себе, что у нас воздух вот здесь, он как такое, не оформившее все тесто. И чтобы столбик воздуха пошел по нашему воздуховоду, скажем так, к связкам, нужно совершить на него давление. Как мы давим на тесто, и тесто таким столбиком у нас выползает, значит, наверх. И вот я рисую вот так вот этот столбик. Вот так вот у нас производится давление со всех сторон с помощью диафрагмальной мышцы. Не дергайся, дашборд. Дергайся, дашборд. Да. Это плодотворение. Так. Подожди, 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 подожди. Подожди. А я это все... Прекратите снимать! Это секретная информация. Люди деньги заплатили, когда пришли. Чтобы вы понимали, я стою вплотную, и вот эта картинка у меня вот такого размера. И, соответственно, как бы оценить масштаб происходящего я не очень могу, потому что я рисую конкретно. Я фрагмальную мышцу. Столбик воздуха. Ну а ты рисуешь самую большую ее? Столбик воздуха, который выходит... Здесь у нас гортань, и вот здесь у нас голос... Голосовая щель. Вам смешно? Так, так... Здесь голосовая щель, и воздух, поднимая, значит, по нашему столбику, вырывается через голосовую щель звуком, и вот здесь вот у нас рот. Что бы вы подумали? Люди деньги заплатили. Я стою в какой-то чудовищной картине, вот так как-то в полоборота, и вот так вот все это показываю, и я смотрю, сзади моя ассистентка Маша начинает махать мне руками, такая... Хорош! Снимай, заканчивай! И начинает закрывать камеру буквально рукой руками. Операторы угорают, потому что с ними не было продюсера, они были посланы, ну как, кнопку нажать? Вот, соответственно, они угорают. Что такое? А женщины, пришедшие с детьми, начинают детям глаза закрывать почему-то. А дети говорят, нет! Я делаю два шага назад, и вижу всю эту картину вот такого вот размера. Но никто не ушел, да? Никто не ушел. И вот эта вот картинка, она меня теперь преследует в кошмарных снах. Шикарная история, на самом деле. Это очень классная история. Алиска, молодец. Спасибо. Давай, Ромарио, что бывало? История, которую скорее нужно представить, она вот как вот твоя про очки. Да, нарисовать образы, да. Это один из, там, первых лет, когда мы начинали гастролировать. Мой день рождения. Город Воронеж. 9 ноября. Ну, то есть уже так снежком немножко припорошило. Полный зал, аншлаг, вот это все. И после этого, как бы всю ночь какая-то гульба по всему городу. Нас организаторы возили туда, сюда. Ну, я почему-то рано ушел спать. Я устал, там, где-то там часа в три ночи, но ушел спать. И с утра просыпаюсь, ну, и с утра машина в аэропорт, ну, сколько, где-то там, 10 утра, наверное, там, 9 утра. Встаю, такой немножко помятый. А ребята еще спать не ложились. Нашли себе развлекательные мероприятия какие-то. И решили сделать мне приятно. Выхожу я, и выходит еще несколько, не буду называть кто, люди, которые участвовали в организации этого тура, концерта. То есть уже солнце, светло, а ребята решили подарить мне салют. То есть 10 утра, площадь. Утром. Площадь. Начинается стрельба. Народ просто сыпнул. Никто не понимает, что происходит. Эти пьяные, довольные, стоят и говорят, Рома, с днем рождения тебя. Это тебе салют. А знаешь, днем салют не видно, чтобы... Если кто не понимает вообще... Просто выстрелы там такая, они купили вот такую бухту, как будто из автомата очередь. Вот такая была милая история. И так меня ребята поздравили. С тех пор немного... Я с тех пор немного... Заикаюсь. Немножечко совсем, чуть-чуть. Ну, поблагодарим наших гостей за эти истории. Спасибо. Продолжим нашу программу. Так, давайте немножечко передохнем. Рубрика, которую мы специально придумали для того, чтобы посетить людей, которые по разным причинам не смогли добраться до нас в студию. И поэтому мы сочинили такую рубрику. Она называется «Анекдот с доставкой». Итак, наша замечательная Кристина Нуар отправилась в гости к великолепным рассказчикам анекдотов. Пожалуйста, смотрим. Смеемся. Привет, зрители «Анекдот-шоу». С вами «Анекдот с доставкой». И сегодня я в гостях у артиста, юмориста, пародиста Игорь Маменко. Здравствуйте. Я. Здравствуйте. Вас называют человек-анекдот. Что для вас значит это звание? Спасибо большое. Вас называют человек-анекдот. Так, серьезно. Ну, вы знаете, конечно, это очень лестно, очень приятно. Но не я придумал это звание. Являюсь ли это... Вообще-то выписан довольно серьезный аванс. Если так считают народ и так считают те, кто меня так назвал, дорогого стоит. Я пытаюсь оправдать это звание, на самом деле. Скажите, как вы проводите эти жаркие дни в Москве? И в Москве ли? Я три дня был в Питере, катался на катере, смотрел достопримечательности. Погода была, к счастью, прекрасная. А сейчас я пару дней, как нахожусь дома, завтра пойду на дачу, баня. Шашлыки? Шашлыки. Баня и шашлыки. И... И все. Как-то очень короткая программа. Ну, я не... Ну, вы догадались, конечно, после бани и шашлыков как-то так надо немножко... Разбавить, разбавить. Немножко. Чуть-чуть. Хорошо. Давай себе анекдот расскажем. В колхоз привезли таблетки для поднятия потенции у быков. Как начало. Ну, от колхозники собрались посмотреть, что за препараты такие. Раньше быки как-то справлялись без таблеток. И одна доярка спрашивает, скажите, пожалуйста, почему они такие зеленые? И говорят, ну, бык же травоядное животное, чтобы бык как бы мог бы немножко перепутать, как бы таблетки с травой, свежей, зеленой, что мог употреблять без боязни. Понятно. А почему такие большие? Ну, бык же крупное животное, соответственно, дозировка не маленькая. Председатель в углу сидит, вы не представляете, какие они горькие. Вадик, привет от меня. Ты прекрасно ведешь то, что ты ведешь. Прекрасная передача. Зрителям советую смотреть эту блестящую, великолепную, профессиональную передачу, где рассказывают действительно частенько хорошие анекдоты. И частенько я вижу хороших рассказчиков, которые умеют подать товар лицом. Смотрите, не пожалеете. Спасибо. Пожелаем Игорю удачи, а я напоминаю о том, что анекдот с доставкой это не только доставка приветов от наших звезд, но и доставка лучших шуток от наших зрителей. И на этой неделе я выбрала три самые лучшие шутки. В Москве стоит такая жара, что москвичи стали дружно скупать билеты в Египет, чтобы хоть как-то немного охладиться. После ухода Икея бабка не успевает отвечать на звонки по поводу югославской стенки. Саммит Большой Семерки иногда превращался в саммит Большой Шестерки, потому что Байден нет-нет, да и выпадал. Присылайте свои шутки в социальных сетях с пометкой «Анекдот с доставкой» и самые лучшие я прочитаю в следующих выпусках. С вами была Кристина Нуар. «Анекдот с доставкой». Всем пока-пока. Спасибо, Кристиня. Все, продолжаем. Давайте аплодисменты. «Анекдот». Ну, это когда израильский благотворительный фонд прислал Мацу в Дом слепых. Ну, и, значит, в обед раздали Мацу. Ну, два слепых сидят за столом. Один говорит, «Слушай, Серега, а кто эту х***ю писал?» Это смешно. Это смешно. Напомню анекдот, когда я его рассказывал тысячу раз, сейчас тоже скажу, когда два друга слепой и одноглазый, то есть с одной деревни, они, значит, дружбаны, они решили пойти на дискотеку в соседнюю деревню. То есть, ну, на танцы. Ну, и через лес дорога, они, значит, этот одноглазый взял слепого, значит, его через по тропинкам, луна, знаешь, такая ночь, они идут на танцы, идут, ну, такая дымка, очень красивый лес, значит, этот одноглазый слепого ведет. И вдруг на кочке раз так, нога у него подвернулась, а он глазом в сучок бах и выколол. И говорит, «Пришли». Это, «Здравствуйте, девочки». А это, знаешь, это про ночь, про ужасы. Такой детский анекдот, когда тоже ночь, ветер, и маленькая девочка такая с косичками. Ночью? Да, по кладбищу идет. Ну, как ты говоришь, ну, да, ну, такие... Синяя ночь такая она. Да, и она идет, ветер, деревья качаются, она... И вдруг слышит из одной могилы... Ну, она выглядывает, стоит такой здоровенный мужик и крест красит. Она говорит, «Здравствуйте, дяденька». Говорит, «О, девочка! Здорово, я...» «Дяденька, а вы... Че делаете?» Говорит, «Че делаете?» «Крест крашу, не видишь, что ли?» Говорит, «А вы че здесь, один, дяденька?» Говорит, «Один, девочка, один, пока!» Она говорит, «А вы не боитесь?» Говорит, «Кого?» Говорит, «Ну, этих... покойников». Говорит, «Ах, бояться-то!» В общем, идут два охотника по лесу, соответственно, на медведя охотятся. Вдруг, неожиданно, из кустов выскакивает медведь и начинает гнаться за одним из этих охотников. Тот начинает убегать, залазить на дерево, медведь разъяренный, лезет за ним, а тот, который остался внизу, начинает прицеливаться, целится, целится, стреляет и отстреливает ему медведю левое яйцо. Медведь разъяренный начинает за этим карабкаться еще сильнее, тот перезаряжает, опять прицеливается, отстреливает ему правое яйцо. Медведь в бешенстве просто карабкается, второй охотник забирается еще выше, уже подбирается к макушке, начинает сверху кричать, «Слышь, Вася, в голову стреляй, вижу, не е**ть, он меня лезет». Тоже, наверное, эти случаи были такие на охоте. Ну что ж, друзья, поаплодируем нашим замечательным, великолепным гостям, их историям. К сожалению, у нас программа подошла к своему логическому завершению, да. Пришло время подводить итоги, а подводить-то их не надо, потому что проигравших нет, победивших нет, вы все были великолепны, соревнований у нас никаких не происходило, поэтому все вы просто получите подарки. Лопаты в студию! Поднимайтесь со своих прекрасных крестов, выходите сюда. Замечательный, великолепный, незабываемый этап награждения. Спасибо. Как всегда, символ нашего шоу, вот эти яркие, не менее яркие, чем Кристина, лопаты. Строй, бац, всегда строй! Куда хотите! Лопаты у вас есть, поэтому делайте с ними, что хотите. А вы, товарищи, что хотите, делайте дома, можете лечь спать, а можете сесть и придумать пару хороших анекдотов, потому что хорошие анекдоты должны быть. Весь жанр анекдота, который мы пытаемся спасти для потомков, нам очень важен и очень нужен. Рассказывайте анекдоты, присылайте нам, приходите, рассказывайте, живите весело. До новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин